Здравствуйте, уважаемые земляки! Сегодня у меня в гостях Баина Бомбаева, это кандидат в депутаты по Калмыцкому избирательному округу номер 15, территория номер 15. Это не кандидат по одномандатному округу, это я сейчас отвечаю за свои слова. Почему? Объясню немножко предыстории. Поскольку я записал видео, где пригласил всех кандидатов в депутаты, кто хочет проявиться, но я имел в виду одномандатников, поскольку я знаю то, что кандидатов в депутаты очень много. Но Баина не кандидат по одномандатному округу, но она мне стала писать. Сонал, я хочу с тобой интервью и тому подобное. Хочу записаться. Я ей стал отказывать, поскольку она не кандидат по одномандатному округу, но она мне сказала, ну ты же объявил всем приходить. И вот я сдерживаю свое слово. Баина Бомбаева, кандидат депутата Народного хурала, территория номер 15. Мендуть, дорогие земляки, спасибо, Сонал, задержали мужское слово. Я сразу хочу сказать, что опять же для тех, кто возмущается, понаехали к Киченеру, с Ибарина у нас, с Киченер. Я помню ее еще маленькой. Я знаю хорошо родителей. И для меня было удивительно, когда я увидел твои соцсети. И вот первый вопрос, почему ты решила идти на Родный хурал, чем ты занимаешься, что тебя натолкнуло идти на Родный хурал. И вот как-то так. Потому что для наших зрителей вообще Баина Бомбаева, я думаю, будет вообще человек, который никому не известен. Хотя может быть мне не так. Уже нет, я думаю, сетики сонал. Мы об этом поговорим. Ну, в первую очередь, наверное, занимаюсь я далеко не одним делом. Я заметила за собой в последнее время, что я черпаю энергию из одного для достижения в другом. И наоборот. Ну вот как-то так. Это долгая история моего желания выдвигаться в парламенте. Я попробую рассказать ее как можно более кратко. Как-то в 20-м году, в эпоху ковида... Чем ты сейчас занимаешься? Занимаешься на чем? А так вот, извини, я буду с телефоном, я подготовил... Ну, есть у меня стандартные вопросы, и есть для тебя вопросы по-другому. Хорошо, хорошо. Чтобы и для подписчиков объяснить. Чем ты сейчас занимаешься, что решила идти в политику? Общественной деятельностью, политической деятельностью, юриспруденцией в самом числе. Что имеется в виду конкретно? Помощником председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы. Ты работаешь в Госдуме помощником? Да. Председатель комитета? Да. С чем связано желание идти в Урал? В 20-м году, когда был ковид еще в то время, я когда проснулась, и... Это чистая правда. Вот мне пришла в голову идея, мне обычно так бывает, то есть это приходит неоткуда. С бешеным желанием помочь, помогать. Я думаю, я могу, почему нет? То есть уже какую-то, чего-то там, да, я, можно сказать, немного добилась жизни, я готова отдавать. А, то есть просто захотелось помогать? Да. И подумала, ну а где я могу помогать, как не в родной республике? Там, где я выросла, там, где я родилась. И поразмыслив, я решила начать, наверное, эту помощь с пожилых и зеноких людей в Элисте. В Элисте или в Калмыкии? Взять его, да? Взялась список, и мы с подругой вдвоем, я не махала никакими корочками, и не хотела этого. И мы с подругой вдвоем ходили по адресам, и стучались до моей Гуэли, мы хотим вам помогать. А, то есть просто заходили в ДО, то есть взяли список, там, Манжи и Фубуши, это уже будет список нуждающихся. Пожилых и зеноких людей, да, которые состоят на учете. Стучали в ДО, мы говорили, мы такие-то, мы хотим помочь. Да, да. Так разве бывает? Я решила так, я решила попробовать так. Конечно, закрывались аналлы, поначалу так. Как люди реагировали, кстати? Говорили вообще вы кто? Вот, но, конечно, мошенников много, непонятно, что хочет эта девочка. Да, вот я это имею в виду. Я потихоньку-потихоньку смогла им внушить, что вот, мы хотим вам помогать, но это искреннее желание. И все. Вдвоем с подругой, спасибо ей. Затем я решила, знаете, это как уборка, например, которую им очень тяжело делать, а в основном они живут в маленьких домах, и там есть двор, который бесконечно запущен, то есть они не могут это делать сами, им мусор выкинуть сами тяжело. И я решила, почему бы не перевести в проект, как тимуровцы раньше были, знаете, привлекать молодежь. Аркадий Гайдар, я помню, я учился в классе, у нас был класс Гайдара, ему были тимуровцы. Вот это прекрасное время, на мой взгляд. Спасибо Вадиме Катьяновичу Салаеву, тоже глубоко уважаемый человек. И мы с ним поговорили, и волонтерский штаб, КГУ, девочки прекрасные, помогали. У меня есть моя любимая Зинаида Федоровна, с которой мы уже сколько вместе, там три года вместе, и они приезжали, мыли окна, вымывали и все. Три года ты занимаешься благотворительностью на территории Калмыкии, на территории Лесты. Для меня было важно... Почему об этом так никто не видит, никто не знает, ну по крайней мере я точно. Мне кажется, вы об этом не знаете, сыновно, я думаю, что об этом знают уже многие. Судя по тому, что меня узнают на улице, подходят и высказывают... Уже такое есть. Даже восхищение, что мне очень приятно, правда, да, слез приятно. И, значит, помимо волонтерского штаба, ко мне обратился Бенбя Валерьевич сам, увидев в соцсетях где-то что-то. Это Гром 08 тренер. Гром 08, да. А, тренер рукопашный бой, знаю. Да. И говорит, вот, Бейн, давайте вместе своих ребят. Он так воспитывает своих ребят, он такой молодец, конечно. Он такой военно-патриотическом духе, настоящих мужчин воспитывает. Вот, и вот эти ребята, там, и 10-12 человек у меня приходят, там, и они убирают, выносят, все-все. Управляющая компания, одна из, там, директор, спасибо другу. Я знаю, сколько стоит самосвалы, кстати, уже заказать, там, в аренду взять, на день, это не маленькие деньги. Они дают мне это все бесплатно, потому что благие намерения. То есть, началось все с одной идеи, тебе удалось привлечь волонтерское движение к Олунгу, спортсменов в виде ребят из Грома, и ты это скоммуницировала, и до сих пор продолжается эта деятельность. Да, для меня было бесконечно важно именно то, чтобы это было на постоянной основе, чтобы это не было, знаете, один раз пришел, там, что сделал, ну и до свидания. Нет, я хотела, чтобы... А то есть, вы шефство взяли, один из помогли, взяли шефство? Да. Как у вас там, что надо сделать, прийти помочь или не приходить вот так вот? Сейчас происходит так, что, например, мне звонят, я нахожусь в Москве, говорят, Боина Станиславовна, пожалуйста, там крышу надо починить, там что-то, тоже происходит так вот, да, конечно. Вот. А затем? Затем. То есть, это не разовая помощь, да? Нет, ни в коем случае. Определенное шефство? Можно и так сказать, наверное. Я начала понимать, действительно, вы правы, что мы в ответе за тех, кого приручили. Если можно, да. Здесь есть такая грань, чуть-чуть, привыкнут, обнаглеют. Пока я этого не замечала, слава богу, пока я этого не замечала. Давай вот здесь еще чуть-чуть поподробнее у меня вот такой вопрос. Я думаю, если три года и достаточно большое количество у тебя, у людей, которым вы помогаете, проблемы у всех одинаковые или разные? Вы знаете, как я говорю, многие люди говорят, да не можем, чем мы можем помочь, у нас ничего нету самих там, да? На что я отвечаю по опыту уже трехлетнему, что каждый может помочь. Самая главная проблема, по крайней мере, если брать незащищенный пласт пожилых, одиноких людей, это общение. Ты можешь прийти к нему или к ней, к бабушке, пообщаться, попить с ней чай час, и она будет счастлива. Да, просто уделить внимание, да, мне кажется, тем более одиноким. Да, но если мы говорим именно про это, а ведь с ростом, если можно так сказать, моего проекта, ко мне начали обращаться на годятные семьи, малоимущие семьи. И я стараюсь сейчас помогать всем, и, ну, правда, конечно, не нужно научиться говорить «нет», как я недавно поняла, потому что начали обращаться с такими просьбами, которые я, пока у меня нет такого ресурса для того, чтобы решить их. А очень хочется, и вот я не сплю ночами, я думаю, что же делать, а раз обратились, надо помочь, надо сделать. И поэтому у меня возникло желание пойти в парламент республики, потому что, может быть, как раз к ответу на ваш вопрос. Как определенный ресурс использовать это, где в депутацию, как определенный ресурс? Конечно, больше политический ресурс для того, чтобы помогать людям, которые ко мне обращаются. Давай пока чуть-чуть подождем про народный хурал, чуть попозже поговорим. Ответь, пожалуйста, на такой вопрос. То есть, с чем именно связано желание помогать? Вот, как утром проснулась, захотела помогать. Почему? Что за посылок? Какое-то объяснение какое-то есть или нет? Ваш вопрос, честно говоря, сынал, я считаю, что на него определенного ответа нет, такого прямо, какой вы хотите услышать. Единственное, что я могу сказать, конечно, единственное, что я могу сказать, и это будет действительно правда, если вы посчитаете это ответом на ваш вопрос. После того, как ты поможешь хоть одному человеку и увидишь его благодарные глаза, счастье в его глазах, слезы в его глазах, слезы счастья, ты испытываешь такое счастье, честное слово. Вот и все, почему я это делаю. Мне понравился, понравился этот ответ, потому что действительно это так и происходит. Я это чувствую сам часто и понимаю, и принимаю. Ну, давай перейдем к народному хуралу. И существует такая версия у нас, у людей, проживающих в Калмыкии. Наши соплеменники, которые уехали в Москву, в другие регионы, чего-то там добились определенных высот, приезжают сюда, в Калмыкию, нами управлять. И почему-то им оттуда, нашим соплеменникам, виднее, как нам лучше жить. Вот это такой, ну, может быть, камушек в огород, или как бы им, как ты думаешь. Знаешь как, не сколько управлять нами, а сколько воспользоваться местной площадкой, чтобы там себе определенные профиты заработать. Извини, может быть, я это жестко. Как ты смотришь на... Как ты ответишь на этот вопрос? Во-первых, во-первых, это ни в коем случае не камушек в огород. Да, действительно, я понимаю, что может быть такое мнение у народа. Но, во-вторых, я нахожусь в Москве уже 16 лет. И, в принципе, карьера у меня идет вверх, дай бог, там, в Москве. И для того, чтобы вы говорите о том, что вернуться сюда, для того, чтобы заработать себе там что-то... Зачем мне это надо, если я, в принципе, работаю, как я уже сказала, в Государственной Думе, и там у меня, в принципе, и хорошие знакомства, и работа, все хорошо. Мне не нужно было вообще, в принципе, за эти три года приезжать сюда практически каждый месяц. О парламенте речи не было, извините, три года назад. Я просто это делала для того, чтобы мне нравилось помогать родной республике, мне нравилось помогать жителям. И все. Далее, депутат, как бы это ни было, может быть, сказано, это слуга народу, на мой взгляд. Ну, что такое депутат? Вот я отмечить хочу, у меня был кандидат по 17-му, однодатного куба, Александр Поляков. Это КПРФ, это Городевиковск. Вот парень точно знает, что такое депутат, четко говорит. Вот ты уже отвечаешь на этот вопрос, вот продолжим. Да, да. Наверное, на этот вопрос я и хотела ответить. Депутат – это слуга народу. И действительно, для меня тоже так. Мы учимся и мы поступаем так, как поступают наши учителя. Мой учитель на данный момент, так как я уже сказала, посетительный комитет по безопасности в государственные дела. И смотря на его работу, самоотверженную, я могу признаться честно, он ездит каждый месяц, есть региональные недели, в которые депутаты должны ездить в свой регион. Есть каждый месяц, он проводит прием граждан, порядка 50 человек в день он принимает. Не только в столице республики, но и в районах республики. Да, в рамках региональной недели. И есть не один уже законопроект, который был подписан президентом Российской Федерации. Который он выносил? Да. Непосредственно авторство? Его авторство на основании просьб жителей нашей страны. Ты как помощник участвует в разработке этих законопроекта? Безусловно. То есть, у тебя опыт законодательства имеется? Да. Я знаю все стадии законопроекта, все стадии, которые он должен пройти на федеральном уровне. Нравится эта работа? Очень. Норма творчества? Да. Как тебе удается все совмещать? Юридическое действие, в данном случае, норма творчества. Я просто знаю, это очень тяжелый процесс. Благотворительная деятельность. Еще мы недавно опубликовали твое видео, песню, которая очень понравилась. Ну, с твоего разрешения. И вот ты занимаешься еще творчеством. Как это удается совмещать? Если далеко не все, чем я занимаюсь на самом деле. Ну, по крайней мере, что я вижу, как удается совмещать это все? Вы знаете, у меня многие спрашивают, вот, Бен, ты мотаешься постоянно. Я же в Москве не сижу долго, как правило. Да, я не только в Калмыкию, мне приходится ездить. Ну, это лично мое желание. Физически тяжело, признаюсь, да. Но я почувствовала тоже недавно, что я черпаю энергию. Как я уже сказала в начале нашего с вами разговора, черпаю энергию из одного для достижения в другом. И наоборот, я не могу заниматься одним делом. И мне странно, когда люди говорят, что вот, у меня не хватает времени, не хватает времени. Мне 24 часов вполне хватает для того, чтобы заниматься уймой дел. То есть, правильно я понимаю, чем больше ты работаешь, тем больше ты получаешь удовольствие и получаешь от этого энергии. Мне, например, говорят порой друзья, ну, когда жить? Когда жить, когда вот цветочки, парки там, речки, что? Я так задумалась. Я думаю, нет. Я получаю удовольствие, когда заползаю домой от усталости с удовлетворенностью проделанной работы. Действительно, вот это для меня счастье и жизнь. Ты киченеровская. Я вижу, поешь на нашем родном языке. Понимаешь? Знаешь? Говоришь? Би кична реки функционал. Торский керен гирсэян арминда. Отлично. Ты сказала про одного из своих учителей. Кто еще в твоей жизни был, оставил такой след, действительно, где не только там он вкладывал в тебя знания, но и был таким премьером, за которым хочется идти? Конечно же, мой отец, которого уже нет как 18 лет. Он был главой Киченеровского района недолго. Но больше всего, на мой взгляд, он сделал, конечно, когда был директором совхоза в Шарте. Он был в Шарте, в федеральном премзаводе. Он был в Шарте, в Шарте, потом в Шарте тоже был. Уже какая-то политическая деятельность, общественная. В Калмыкии мне приходится разговаривать с людьми, встречаться. И когда я называю имя, фамилию, у меня спрашивают отчество. Станислав, да вы что, вы знали вашего отца? Я такой человек. Обычно человека забывают на следующий день, как его не становится снова, к сожалению. Но прошло 18 лет, и я благодарна своему отцу, что за 46 лет своей жизни он смог столько всего сделать. То есть можно так сказать, что даже сейчас, когда его нету уже 18 лет, ты все равно чувствуешь его поддержку и помощь? Сейчас, как никогда раньше. Ну, к слову сказать, я очень хорошо знал Станислава Черевича. И даже в определенное время он мне очень хорошо помог. Я очень благодарен ему. И я помню всегда его такие живые глаза, живое настроение. Он такой всегда веселый. Спортсмен. Это правда. На руках всех возил, я понял. Да, живу на дых. Банин, да, если ты сюда приезжаешь, постоянно знаешь республику, не знаю, ответишь ты на этот вопрос, не ответишь. Как бы ты оценила сейчас социально-экономическую ситуацию, почему? Потому что ты идешь в Хурал, да? Это непосредственно. Социально-экономическую ситуацию республики и заметила ли ты улучшение или ухудшение, регресс или прогресс вот в этом направлении. И в этом же ключе, как ты можешь ли ты вообще оценивать деятельность нынешнего главы и его команды? Вот у Сергея Чехасикова. Ну, почему же, безусловно, я отвечу на этот вопрос. Социально-экономическая ситуация в республике, как и во многих регионах, есть чем заниматься, есть чем устремиться, я так скажу. Но я точно знаю, что ее строительство, основа, где ее строительство, там есть жизнь, и там есть перспектива. Сто процентов. Как частная, так и от муниципальных властей, и федеральных в том числе. Бату Сергеевич Хасиков. Опять же, я точно знаю о том, что у Бату Сергеевича есть проекты, которые могут действительно помочь нашей республике. Которые могут вывести ее на достойный уровень. И я в любом случае готова поддерживать и делать все от меня зависящее для того, чтобы помогать в развитии и реализации этих проектов. То есть ты положительно оценешь? Да. Помогать в развитии... Помогать Бату Сергеевичу или помогать в развитии республики? Помогать в развитии республики Бату Сергеевича в том числе. И то и другое. Ну, потому что он глава республики, соответственно. Ну, конечно, конечно. Спасибо, Баин. В той части, когда мы о тебе говорили, я не спросил, не задал вопрос. Ты... Говорила, видео опубликовали. Ты поешь... Ты поешь. И достаточно так хорошо поешь. У тебя своя такая определенная подача, тем более те песни, которые вот у нас знаменитые в республике. Зачем тебе это? Ну... Я никак не понимаю. Люди всем занимаются. Всем подойдут. Зачем они этим занимаются? Вот мне вот... Есть человек, хочу спросить. Зачем тебе это? В творчестве... Это пиар или что? Если бы это было... Извини, я как... Основное наследие... А, пиариться. Я так думаю. Да, да, да. Многие люди так думают. Как я уже сказала, опять же, я черпаю энергию из творчества. Я училась в музыкальной школе. Там, я играю на футбиано. На Домбре. Я окончила на два красных диплома, между прочим, в восьмом классе. Еще я помню, я была. Я окончила... Это у нас учениров? Нет, я в 12 лет переехала из учениров в Элисту. И в 16 из Элисты в Москву. Жила в общежитии, кстати, Руден, я помню. Баклариат, магистратуру окончила там. К вопросу о песнях. Это не пиар по одной простой причине даже. Я могла бы это распространять в соцсетях как можно более на большое количество народа нашего селения Калмыкии. Но этого не делала. Я это делала для себя. Расскажу небольшую историю, как вообще это началось. У меня записано, по-моему, 4 песни на данный момент. Я где-то видел это, да. Аркадий Наминыч Манджиев... Больше 2-3 я видел. Аркадий Наминыч Манджиев был кумиром для меня с детства. Я знаю все песни его наизусть. Наизусть? Да, наизусть. Куплеты, припевы. И как-то раз меня пригласили в жюри на очередной конкурс в Санкт-Петербурге. Я познакомилась с директором Российского Творческого Союза. И он мне говорит, «Бенни, давайте открывать филиал в Калмыкии». Я говорю, с удовольствием, конечно. Кто бы мог возглавить его? Ну, конечно, кто? Аркадий Наминыч Манджиев. Я записала видео в Инстаграм с тем, чтобы встретиться с ним здесь, в Элисте. «Пожалуйста». Отметила его страничку и через 10 минут он присылает мне свой номер телефона. Вы не представляете, какое несчастье я испытала. Я приехала где-то через месяц. Мы с ним встретились, мы говорили по Союзу. Он мне сказал, «Бенни, я слишком стар, давай лучше Савра Катаева». Я говорю, «Хорошо». И в конце нашего диалога, по идее деловой встречи, я смотря на него вот такими глазами говорю, «Пожалуйста, запишите со мной песню». И он так сказал, «А ты поешь?» «Да». А если вы заметили, он не записывал, да, это уже очень давно. И он согласился, не услышав меня даже. Я была счастлива в этот момент, конечно. Улетела в Москву, и там через какой-то период времени я попросила Джиджикова Сережу сделать аранжировку. Безумно талантливейший парень, конечно. Ты крутой, вообще крутой парень. Сейчас они что с Джимом и Шираем творят, и с другими молодыми ребятами, они прям оживляют. Это просто такой талантливый молодой человек, уже мой друг, я могу сказать, что все аранжировки делал он. И я попросила его, скинула Аркадий Аменьевича аранжировку на песню «Хальму Кёйкуну». И он мне говорит, запиши голос свой хотя бы. А, чтобы узнать, ты можешь петь, не можешь петь, да? Да. И на этот момент у меня жила собака подружки, маленькая такая. И я записывала в аудиосообщение в WhatsApp. Я записывала, тоже помню, 36 раз. Скидывала, скидывала, собака подбывала, сидела в комнате уже. Попевал. Да. И когда он мне написал просто одно слово «хорошо», я визжала, плакала, бегала по квартире, а счастье вы не представляете. И потом записались. Да, да. И меня даже пригласил Вячеслав Залаевич, который устраивал в прошлом году или в этом году, это было? Могу вспомнить. По-моему, в этом. Концерт памяти Аркадия Аменьевича в Москве. И я выступала на этом концерте с песней «Хальмы Кёйкуну». Сзади был клип и последний клип с его участием. Ты идешь по территориальной группе номер 15. Это Кичнировский район, часть Целинного района. Я вижу по твоим соцсетям, ты часто бываешь сейчас в районе. Да. Как тебе изменился район? Не изменился? Я очень честная цена. Люди, ну, людей ты знаешь, люди тебя знают. Конечно. Как люди довольны, недовольны, счастливы или напротив? Недавно буквально был прием граждан в Кичнирах. Прием граждан? Да. И я могу сказать, что люди разделяют мое мнение или наоборот, я разделяю мнение людей о главе Кичнировского района. Снал Вадимович создает впечатление действительно небезучастного человека. И так же мне сказали люди. То есть в районе что-то делается. Да, действительно делается. Но, конечно, я уехала оттуда в 12 лет, я помню. И когда я уже начала приезжать снова, ну, естественно, как и многие поселки, это снова, к сожалению, это уже не тот поселок, который был. Он не так цветет, миграция, как ни крути. Поэтому у меня есть, конечно, желание из-за памяти о том, что было раньше. У меня есть бешеное желание возродить этот поселок. Кичниры? Конечно. А сейчас, например, вот прием граждан, я говорила про прием граждан. Шел один молодой человек, рассказал мне одну историю. Она достаточно грустная, но эта история сподвигла их для строительства детской площадки в Кичнирах. Ростовский край, если помните, снова уже тоже. Я не с Ростовского края, но я помню Ростовского. Я тоже не с Ростовского, да. И он мне сказал, что, значит, потеряла мысль, площадка детская. Я видел у тебя в соцсетях Саша Гуджин. Да, Саша Гуджин, да. Я видел, видел это. Он сказал, что они уже нашли 10 мешков цемента там, 10 мешков цемента там, они нашли забор. На что я просто не сказала, Саша, я с глубоким уважением к вам только потому, что многие люди сидят на диване, извините, и жалуются, что им ничего не делают. Я говорю, а вы сами для своих детей взяли все в руки, взяли инициативу, и они собираются вот так вот папами. Они меня добавили в группу в Вайбере, и я все это вижу. Они собираются папами, и это делают с 8 утра. Они сейчас варят турники сами. И завтра, это может быть прежде времени, но интервью выйдет не сегодня, наверное. Но завтра я еду, я пообещала помочь, и завтра я еду со строителями, и мы поставим эту детскую площадку, мы поможем ее закончить. То есть люди сами делают? Я говорю, вот когда ты видишь эту инициативу, тебе хочется помогать. Что будет делать Баина Бомбаева, если станет депутатом Народного хорала? В первую очередь я продолжу, стану, причем не стану депутатом, я продолжу помощь, я продолжу свою социальную политику, если можно так сказать. А во вторую, это сельское хозяйство. Как было сказано мной, мой отец был сильнейшим зоотехником. Ты хочешь этим заниматься? Да. Ты хочешь научиться, разбираться? Да, конечно, я пока не разбираюсь, я не буду врать, но я общаюсь на земле с нашими фермерами и начинаю разбираться в этом участии. Потому что это основная отрасль? Конечно. В Калмыкии это основная отрасль, которую нужно развивать, и это непаханное поле сна, поверьте мне, действительно, можно много чего сделать. Многие говорят, да что в Калмыкии делать, вот это такой регион, не представляете, сколько можно сделать. Я обсуждаю это и в Москве с людьми, которые готовы меня поддержать, которые готовы вкладывать в Калмыкию для развития. Спасибо. Всегда в конце своего интервью я даю пару минут своим гостям сказать что-нибудь, пожелать. Можно о себе сказать? Можно. Как ты пожелаешь. Спасибо. Дорогие земляки, не важно чем закончатся выборы Народных Урал, Парламент, Республики, Калмыкии, никто не знает результатов. Но я могу сказать от себя честно, что несмотря на результат, я все равно продолжу свою деятельность, я все равно продолжу помогать людям и осуществлять те проекты, которые есть в моей душе и в сердце. А вас призываю прийти на голосование и проголосовать так, как велит вам ваша душа. Спасибо. Спасибо, Байя, спасибо, что настояла на своем. Мне очень понравилось интервью. Рад тебе помочь. Спасибо большое сама. Спасибо, я очень благодарна. До свидания. До свидания.